Добрый вечер, друзья! Привет, Борисов! Приезд у вас в замечательной Борисов-арене. 12-й тур Беларусьбанк Высшей Лиги Чемпионата Республики по футболу. В самом разгаре у нас сегодня очень насыщенный игровой день. И это третий матч из четырех, которые на сегодня запланированы. Матч между Борисовским Батте и командой Неман из города Гродно. Отзвучал гимн. Команды закончили последнее приготовление. Мы расположились уже на зеленом газоне. У нас отличная футбольная погода. Не слишком жарко, не парит. Вот так вот комфортно, мне кажется, будет играть футболистом. Газон в хорошем состоянии. Седрик Куадьо, 20-й Иван Садовничий, номер 24. Команды Жуковского. Ну что, разбег словно будет пить. Да, это удар поворотом с отскоком. От газона на первую. Разбег, навес. И мяч опасно так пролетает. Я вам скажу, недалеко от штанги, но вылетает за лицевую и будет удар от ворот. А если бы кто-нибудь подставил ногу или голову, то вполне возможно счет был бы открыт в нашем матче. Смотрим еще. Это было после встречи с Мозырской Славей. Напомню, команда выиграла с счетом 3-0. Пока Умаров набирает обороты классная передача. Нехайчик 1-1 и гол! 1-0! Борисовский Батте на 14-й минуте открывает счет. Просто великолепная атака. И отмечаем шикарный пас в разрез от шахбоса Умарова. Нехайчик мог отдавать передачу, но решил исполнить все самостоятельно. И обвинять мы его в этом. Никоим образом не будем. По одной простой причине мяч в сетке. Не спасает Курганский. Ну и поди, спаси здесь. В такой ситуации удар с близкого расстояния. Обводящий правой ногой в дальний угол. Такие взять невероятно сложно. Умаров великолепно отклеился от соперников. И вырезал передачу. Очень красивый гол. Смотрим еще раз и еще раз на повторе за этим взятием ворот. Браво, шахбос! Классно поборолся. И здесь вообще 0 плюсов. 5 ничьих. Столь затянувшуюся и длительную серию. Когда 27 матчей. Сколько там раз уже составы сменились. Сколько там раз уже и команды обновлялись. Классная игра в касании Умаров на Драгуна. Драгун слева. И опаснейший момент. Красиво выцеливал капитан Борисовского Бате. В дальнюю девятку. Заслуженные аплодисменты с Борисов-арены звучат. Шикарная комбинация. Умаров классно пропустил мяч на Драгуна. Да и Борисовчане там крепко на ногах стоят. Жуковский. Жуковский удар с дальней дистанции. На месте. Антон Чичкан. В позиционной атаке не сильно-то чего получается. Ох какой навес-то получился. Курганский повис на перекладине. А мяч аккуратно сетку за этой самой перекладиной и опустился. Смотрим еще раз повтор. Если бы мяч действительно шел под перекладину. Естественно Сергей бы вступил в игру. Так вот, в позиционной атаке не особо клеится. Команда из Гродно неплохо контролирует мяч в центре поля. Но с продвижением проблема. Отличный заброс. Нету оффсайда. Максим Скавыш встречается с мячом недалеко от лица. Ой, ну что пас под себя. Да есть передача. Есть можно и бить. Решил улучшить себе позицию. Нехайчик пошел в обыгрыш и упустил мяч за лицевую линию. Хороший, хороший потенциальный момент был у Моха. Яблонский в центр. Ну и можно, можно Забелина отдавать. Есть пас Забелина еще и налево. Можно сделать передачу. Забелин пробил с левой ноги. Но позиция неплохая. Да, пожалуй соглашусь с Павлом. Но вот у него появился Немания Милич. 26 номер. Футболист, которому снимает бригада Амина Куркхели. Он главный рефери Макубка. В одной шестнадцатой финала. Но пока встают все трибуны. 53-я минута. Аплодисменты в течение минуты звучат на Борисов арене. Дальний удар от футболиста Немана выше ворот. Вот такая вот очень хорошая традиция от борисовских болельщиков. Во второй по силе дивизионе. Во второй по силе лиги чемпионата Беларуси. Но на то он и кубок, чтобы удивлять, чтобы приносить разные результаты. О, момент у нас и мяч мимо ворот проскакивает. Ну, казалось бы, он обязан. Но уже просто деваться некуда этому самому мячу. А он возьми и прокатись в нескольких десятках сантиметров от штанги. Какой сейчас момент был у Бориса Овчан для того, чтобы развить свое преимущество и забить второй гол. Ждем, конечно же, повтор этого момента. Очень классная атака получилась. Вот с таким вот забросом в направлении... Сейчас на границах своей зоны находится подача штрафную. Пролетели все. Негодует Жуковский. И показывает Куркхели, что будет угловой. С левого фланга. На высполнении борисовского Батэ. Вот пытается сейчас Батэ дожать. Развить преимущество. Подача на ближнюю. Второй этаж снова за Неманом. Еще и подбор за Неманом. Передача на Куадьо. Куадьо подскользнулся. Подсказывался игрок Батэ. Опасная контратака. Паста правого фланга. Можно сразу налево вырезать. Нет, уже не стоит этого делать. Нужно придержать мяч Куадьо. Делает забегание. Смещение в середину. Паста забелена. Забелин. Через Жуковского. Жуковский штрафной. Бьет с острову Гланду. Никакого углового здесь не будет. Потеряли. Потеряли темп. Футболисты. Не рассмотрел, кому именно повязку-то капитанскую отдал Жуковский. Не так ярко выделяется. На форме у Гродна, нежели у Батэ. Сейчас будем разбираться. Главное, с заменами разобрались. Козлов вместо Жуковского. У нас момент. Скавыш штрафной. Боется левой ноги Скавыш. И Садовничий великолепен в блоке. Подкатился под мяч. И принял этот удар на себя. Здорово, Скавыш. Василий углового флажка. Будет вброс мяча. Нечаев в штрафную. Васильев хорош. Но продолжается, продолжается так оботе. Нехайщик. Нужно забивать. Нехайщик бьется. Садовничий. Ну, Дежавю самое настоящее. Вот точно так же он блокирует удар Нехайщика, как минутой ранее заблокировал удар Скавыша. Браво. До высотого номера говорим. Но БД продолжает атаковать. Должны стать Скавыш. Нужно забивать Скавыш. Черпачок вышел ворот. Перемудрил. Максим Скавыш в этом моменте мог на 71-й минуте развить преимущество своей команды. Наконец-таки, да, можем уже так говорить. Ведь активны в последние минуты борисовчане много создают моментов. Согласен. Именно Гавриловича на самом деле, может быть, это и не хватает. Неману в отсутствие, например, того же Контари. Хороший пока момент. Милич врывается в штрафную. Милич боиет. Курганский на месте. Передача. Нужно забивать. 2-0. 2-0. Максим Скавыш все-таки делает счет. 2-0 в пользу своей команды. Не первый, так второй голевой эпизод удается реализовать. Срываются трибуны. И Ботель делает очень и очень серьезный задел на победу в сегодняшнем матче. Милич, ну вот как-то казалось, немножко упустил темп. Его успели накрыть. Он пробил по воротам. Курганский отразил данный выстрел. Внимание, не выключился. Вот что важно. Немание не выключился. Не дал мячу уйти на угловой. А сделал передачу на Скавыша, которому оставалось лишь отправить мяч. Ну практически в пустые ворота. По крайней мере, Курганского в них не было. У нас еще и повреждения получил Васильев. Медицинская бригада уже на поле. Пока рассмотрим повтор забитого мяча. Милич протаскивает мяч. Боеет по воротам. Перецепы Курганский отбивает. И дальше, внимание, делает голевую передачу. Уже и Антона Чичкана задействует. Чичкан снова на Филипповича. На Якова Филипповича. Пас на Сконоску. Классно. Корпусом оттер соперника. Сделал передачу на Милича. Милич. И левый фланг открыт. Так и просится передача. В ту зону. Милич. Сделал передачу на Нехайщика. Нехайщик прострел. И 3-0. Все похоже, что это жирная точка в исполнении Николая Сигневича. Он забивает третий гол Борисовского Боте в этом матче на 83-й минуте. Образцовая контратака Борисовщан. Великолепный выход. И шикарная реализация от команды в желтых цветах Николая Сигневича. Вот помните? Буквально пару минут назад ваш комментатор сказал, что Сигневич-то особо не заметен. Вот он, талант нападающего. Быть незаметным до определенного момента. А потом взять и забить. Николай Сигневич 3-0. И есть еще время на одно атаку. У нас еще 25 секунд впереди. Милич придержал мяч. Назад не отдает. Отдает середину на Носко. Носко черпачок на Скавыша. Скавыш бьет слева. Сильный, плотный, мощный удар. Но мяч проходит как-то. Две минуты у нас истекли. Все, дорогие друзья. Свисток арбитра прозвучал. Поздравляем Батте с уверенной победой. В рамках 12-го тура Беларусьбанк высшей лиги. Чемпионата Беларуси по футболу. Батте обыгрывает Неман 3-0 благодаря голам.